Здравствуйте, уважаемые академики! И снова сегодня история Жалейкина из книжки «Недолго думая», которую написал Николай Сладков. Жалейкин и жабы Жалейкин увидел в огороде жабу. «Противная ядовитая тварь!» — сказал он. «Вот уж кого мне не жалко! Говорят, и бородавки от них бывают! Я их всех быстро выпровожу из огорода! Нечего грязными лапами по капусте да по салату скакать!» Но как только не осталось в огороде жаб, так на капусте завелись гусеницы. А весь салат обглодали слизни. Слизней тоже развелось, видимо-невидимо. Остался же Жалейкин без капусты и без салата. Да еще и самого по грядкам заставили ползать и голыми руками собирать противных гусениц, личинок и слизней. Но кому охота день-деньской ползать по огороду? Другие ребята, небось, рыбу ловят, в речке купаются, или ягоды собирают, грибы и орехи. Отправился в лес с корзинкой и Жалейкин. Только не за грибами и ягодами, а за жабами. Пол корзинки у болота набрал, даже не поморщился. Выпустил жаб в огороде, пусть огород от вредителей очищают, а сам побежал купаться. И никаких бородавок на руках у него не появилось, потому что выдумки это все. Продолжение следует.